Добрый день! Сезон гриппа и простуд уже наступил. Осень, зима и частично весна этим отличаются. Но для людей предусмотрительных это лишний повод заняться своим здоровьем. Вирус гриппа это самый хороший, великолепный мотиватор для этого. Почему? Потому что он в единицу времени способен выдавать слишком много токсинов. Поэтому осложнение часты и, к сожалению, часть людей может и умереть. Вопрос в чем? Токсичность вируса и исходное состояние человека. Вот эти два фактора должны быть уравновешены. Здоровье человека должно быть несколько больше, чем токсичность вируса. А поможет вам это? Мои рекомендации, которые вы увидите дальше в видео и услышите. Что очень важно? Вирус гриппа дает много токсинов. Важно своевременно их выводить. Если у вас это не получается, есть определенные индикаторы состояния здоровья человека, которые я вам дам. И вы сможете самостоятельно контролировать этот процесс, что вы делаете, как течет эта инфекция. И как выйти из нее с хорошим иммунитетом без осложнений. Очень важный момент. Исходное состояние человека. Если человек заболел, если вы уже больны, то это еще одна мотивация вам полноценнее, более тщательно выполнять те рекомендации, которые вы чуть позже услышите. Если вы еще не заболели, ну это один из поводов вам обратиться за лечением, подлечить какие-то заболевания, чтобы в случае заболевания, ну, выйти из него с минимальными осложнениями. Что же это за заболевание? Что же это за состояние? Ну, первое, учитывая то, что основная масса токсинов при гриппе, при вирусной инфекции, выводится с водой, состояние, которое отражает хроническое водное голодание в вашем организме. Это такая распространенная вещь, как солевой диатез или мочекаменная болезнь. Еще хуже, это говорит о том, что это состояние просто месяцы, а годы продолжается в вашем организме. Осложнение в виде пилы нефрита. Может быть, явление подагры или другие обменно-дистрофические заболевания суставов. Это все говорит о том, что вы длительное время воду пьете в недостаточных количествах. У женщин очень часто, это мастопатия, это фибромиомы, это эндометриоз, они тоже говорят, отражают хроническое водное голодание. Еще одна группа заболеваний, это так называемый синдром хронической усталости, который проявляется депрессиями, сезонными, осенней, весенней, зимней. Веито-сосуистой дистонии или нейроциркуляторной дистонии, это все отражение того, что в вашем организме густая кровь. Более длительный процесс это переход ВСД в гипертоническую болезнь. Плохо, если в вашем организме он достаточно уже поработал, развились в сосудах атеросклероз, сахарный диабет 2 типа. Это все осложняет течение любой вирусной инфекции, особенно такой опасной, как гриппозные. И несущественно, какой вирус рипа придет в этом эпидемическом сезоне, их почти полторы сотни. И, к сожалению, сказать, каким вирусом человек переболел, можно не до, не во время, а только после. Все методы оценки того вируса, который вызвало это заболевание, они дают ответ на этот вопрос после того, как вы перенесли уже эту инфекцию. Поэтому несущественно. Есть такое хорошее выражение, предупрежден, значит вооружен. Если вы заболели вирусом гриппа, заболели какой-то простудной инфекцией, все, для вас включается тут же другой образ жизни. Вы несколько дней должны посвятить вот этому процессу. Тогда вероятность осложнений будет минимальной. Еще какие заболевания говорят о том, что плохо ваш организм работает и он будет плохо переносить любую интоксикацию, в том числе и вирусную. Это когда есть плохая работа печени. То есть когда у вас есть жировой гепатол, стеатогепатит, перенесенный тяжелый гепатит в прошлом, это все говорит о том, что печень работает плохо, она слабо очищает кровь и ваш организм более грязный, войдет в инфекцию. Больше того, печень мало выдает белка, мало дает аминокислот для иммунной системы. Там вырабатывается соответственно мало антител, мало интерферона. И выход из инфекции тоже будет более тяжелым. Еще одна категория это дети до 6 лет или часто и длительно болеющие дети. Почему дети до 6? У них и так встречи с новыми инфекциями практически каждый день происходят. И у них иммунная система очень напряженно работает и тяжело им перенести любую дополнительную, особенно такую токсичную инфекцию. Часто длительно болеющие дети. Это говорит о том, что хронические инфекции хозяйничают в организме ребенка и не дают ему полноценно, скажем так, справиться с ними. Поэтому он персистирует из одной инфекции в другую у него постоянно. Он болеет, любая дополнительная инфекция, это утяжеляет состояние. Что же делать? Если вы заболели гриппом или если у вас температура поднялась выше 38, не пытайтесь самостоятельно ставить себе диагноз. Вы должны вызвать врача, он вам скажет да, грипп или нет, там какое-то ОРЗ. Но в любом случае, если ваш организм нашел какого-то патогена и поднял температуру в попытке его подавить, вы должны не мешать ему, а помогать. Не будьте умнее своего организма. Тот, кто сделал ваш организм, он был значительно умнее всех нас вместе взятых, в том числе и меня. Но нужно помочь организму справиться с этой инфекцией. Поэтому, первое, постельный режим. Чем больше вы будете двигаться, чем больше вы будете работать в состоянии высокой температуры, тем больше поражения токсинами внутренних органов вы добьетесь. Поэтому, если вы активно двигаетесь, у вас изнашивается сердце, у вас изнашиваются сосуды, изнашиваются суставы. Поэтому, выйти из такой вирусной инфекции с неокардиодистрофией, с переходом в кардиостлероз и потерять мощность насосов элементарно. Поражение сосудов токсинами, выйти с явлениями атеросклероза или усилий тех, которые уже присутствуют, элементарно. Выйти с обменно-дистрофическими заболеваниями суставов или с полиартритом на таком режиме элементарно. Поэтому, самый лучший режим постельный. Да, захотелось сделать какие-то физиологические отправления, совершите, пожалуйста, встали и опять в постель. Второе. Эмоциональный покой. Поберегите свой мозг, он получает 20% крови. В случае, если есть какая-то инфекция, есть какая-то интоксикация, 20% крови идут с токсинами. И какие-то явления энцефалита, а потом какие-то еще после этого у вас останутся остаточные явления, там какой-то мейнг-энцефалит останется на всю жизнь или попадете в синдром Ацгеймера значительно раньше, чем ваши сверстники. Или разобьются какие-то другие аутоиммунные процессы со стороны нервной системы. Ну, самый распространенный это рассеянный склероз. Не рискуйте. Мозг очень хороший орган, его нужно беречь, кормить нормальной кровью, а не токсинами во время вирусной инфекции. Поэтому вы находитесь в спокойном состоянии, ваш организм прекрасно работает. Самое главное, вы не тормозите свою иммунную систему, чтобы она вырабатывала антитела и побыстрее справилась с этой вирусной инфекцией. Третье. Питье. Тепленькая водичка, температура тела. Помните, как деткам проверяют температуру, берется емкость с водой, к предпречью приложили, проверили нормально, отлично. Вот это самая лучшая температура для питья во время вирусной инфекции. Такая вода быстрее всего всасывается в кровь, собирает токсины и вводит естественным путем через почки. Избыток воды выйдет еще через кожу. Часть воды выделится через дыхательную систему. Для чего я вам это говорю? Самый главный индикатор правильного сопровождения вирусной инфекции у вас должно быть количество мочи не менее пол литра. Если будет литр, великолепно. Это самый главный индикатор. Почему я сказал в начале видео про солевой диатез, про мочекаменные болезни? Когда вы будете пить больше жидкости во время инфекции, попытки вывести токсины, вы можете зашевелить там песочек или камушки. Вам нужно скомпенсировать то состояние до того, чтобы не обострить его во время вирусной инфекции. Потому что почему вирусную инфекцию, грипп, лечат исключительно в домашних условиях? Потому что ни одна самая лучшая система здравоохранения не выдержит такого наплыва больных в эпидемический сезон. Потому что за сезон переболевает 10, 15, 20, а то и 30% населения. Все зависит от того, насколько знакомый вирус гриппа зашел в этот эпидемический сезон. Поэтому только в домашних условиях нужно лечить. И только от вас зависит, насколько правильно вы будете делать и с каким минимальным набором осложнений вы оттуда выйдете. Поэтому теплое питье это основа. Смотрите, если у вас есть моча. Если мочи не менее полулитра, прекрасно, воды хватает. В этих условиях будет выделяться вода, легко испаряться через легкие и разжижать мокроту. И не будет осложнений со стороны органов дыхания. Потому что главное осложнение со стороны органов дыхания тот литр слизи, который образуется у любого и каждого. Каждый день. И вы этого не видите. Это нормальное состояние в дыхательной системе. Когда он становится более густым. И вот эти густые комочки забивают бронхи. Вот за бронхом развивается небольшой воспалительный процесс. Небольшой очаг пневмонии. При вирусной инфекции вот этих комочков может быть масса. Поэтому человек не пил достаточное количество жидкостей. Слизь была густой, позабивались легкие дыхательные недостаточности. Да, хорошо, если у вас есть аппарат искусственного дыхания. Хорошо, если у вас есть хорошее отделение реанимации где-то рядышком. У вас там знакомые, которые вас положат в первую очередь, а не поставят в очередь в приемном отделении. Понимаете? В чем разница? Поэтому пейте достаточное количество жидкости. Еще один момент. Что вам даст это питье? Оно вам даст возможность температуру удерживать в диапазоне от 38, при которой включается иммунная система. И то 39, 39, даже с половиной. Это оптимальный температурный режим, в котором находится, если ваш организм, значит вы инфекцию сопровождаете абсолютно правильно. Вы все делаете для того, чтобы выводить токсины и уменьшать вероятность осложнений. Только вы воду не допиваете, у вас падает количество мочи. Первый индикатор, первый звоночек пошел. И повышается температура тела, растет дальше. Насколько ваш организм ее поднимет? Ну, по большому счету, несущественно. Будет 39,5, будет 40, будет 41. Это уже несущественно. Воды не хватает на охлаждение. Помните, как ту рекламу? Просто добавь воды. Желательно не доводить до этого состояния, конечно. Как ускорить процесс? Вы берете домашние варенья, берете вишню, берете яблочное варенье, абрикосовое. Разболтали в воде и в теплом виде пошла. Берете мед, то же самое. Вам источники энергии нужны, углеводы вам нужны. Даже если вы больны с сахарным диабетом, это количество углеводов не сильно скажется на уровне сахара в крови. И все будет прекрасно. Инфекция будет сопровождаться великолепно. Вот такое питье легко входит в организм, быстро собирает токсины и через почки выводит. И не дай вам Бог принимать любые жаропонижающие. Чаи, скалины, малины, липы. Это все путевка на тот свет, как сказали эксперты ВОЗ еще несколько лет назад. Когда впервые на планете появился птичий гриб. Не стоит принимать жаропонижающие. Что делают жаропонижающие? Они расширяют сосуды почек. Почка как орган фильтрации перестает фильтровать кровь. И почки что есть, что нет. Кровь просто через них спокойно проходит. Вода не уходит. Автоматически включается дублер почек. Куда сдеваться вашему организму, если токсины остались в крови. Дублер почек это потовые железы. Вы выпили патагонное, вы увидели внешний спецэффект. Вы радуетесь как дети. А на самом деле мощная система у вас выключена. У вас работает дублер. Выделение воды через кожу приводит к тому, что да. Испарение воды, снижение температуры тела. И вы делаете великолепную помощь вирусу гриппа. Не даете работать против него иммунной системе. Это медвежья услуга вашей иммунной системе. Потому что великолепный раздражитель для него. Для иммунной системы температура 38-39. Самый лучший раздражитель. При этом иммунная система наиболее быстро вырабатывает и антитела, и интерферон. И быстрее и спокойно закрывает эту вирусную инфекцию. Это безопасный температурный режим. Не нужно температуру сбивать ниже. Собьете раз, собьете два. Потом у вас все вирусные инфекции и бактериальные инфекции. Будут идти на дохлой температуре до 38 градусов. А в этих условиях ваш организм великолепный инкубатор для бактерий, для вирусов. И очень плохо с ними борется. Поэтому не держите, не делайте такую услугу своему организму. Температуру сбивать не надо иным путем, кроме как добавить воду. Вот когда вы даете воду, у вас пошла моча. Великолепно, все прекрасно. Еще один индикатор, это цвет кожи. Пока кожа при инфекции красная, все прекрасно, ваш организм борется. Процесс идет легко. Процесс хорошо контролируется. Только появляются ознобы, только пошла кожа бледнеть. Это сигнал о том, что воды не хватает на охлаждение. Вы должны спокойно, просто-напросто добавлять водичку в свой рацион. Другое питание исчезло напрочь, потому что вся пища будет стоять, пока она будет перевариваться. Ваш организм не получает воду и, соответственно, вероятность осложнения увеличивается. Два-три дня вирусной инфекции, побыть на соках, на компотиках, может любой и каждый. Ничего страшного не произойдет. Только вы положили какую-то порцию еды, не дай бог, кусок белковой пищи, кусок мяса или рыбы, вы на несколько часов заблокировали свой желудок. А кровь, в крови находится всего стакан воды. При температуре 38-39, он испаряется в течение первого часа. То есть пища стоит в желудке несколько часов, а через час у вас уже кровь сухая, воды нет. Вязкость увеличилась и пошли проблемы. Еще один индикатор, частота пульса. Пульс должен быть в норме 60-80, плюс 10-12 ударов на каждый градус повышенной температуры. То есть если пульс находится до 100, поднялся, все нормально, при вирусной инфекции это нормально, это хорошо, вы все делаете правильно. Если пульс пошел в диапазон 100-130 ударов, вы уже что-то делаете неправильно, у вас вероятность осложнений резко повышается. Поэтому начинайте делать все более правильно. Только у вас пульс пошел за 130, вот тут вы уже не видео мое смотрите, а набираете телефон скорой помощи и спокойно, в спокойном эмоциональном состоянии едете в стационар, для того, чтобы вам оказывали более сильную помощь. Почему? Потому что пульс 130 и выше, это как правило уже индикатор того, что в вашем организме уже есть токсические осложнения. То есть вы что-то делали неправильно. Когда вот чаще повышается температура после ночного сна, я уже думаю, что вы догадались причину. То есть когда человек болен такой опасной вирусной инфекцией, как грипп, он должен пить круглый день. Он должен, вечером выпил, через час, если он попал в забытье, его разбудили, напоили, через час напоили, 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 напоили. И он утром встал, а температура у него хорошая, то есть 38-39, все прекрасно. Если этого не делать, воды не хватает, температура пошла вверх. Мочи нет, осложнения могут быть в этом организме. Поэтому очень важно правильно выполнять вот эти рекомендации. Тогда вирусную инфекцию вы встретите, спокойно сопроводите, выработаете к ней иммунитет и забудете об этом вирусе гриппа, который вызвал заболевание в этом эпидемическом сезоне. Если же вы что-то делаете неправильно, вероятность осложнений, она велика. Поэтому я бы советовал вам все-таки обратить внимание на свой организм, подготовить его к вирусной инфекции, грамотно ее сопроводить и спокойно из нее выйти. Контакты вы видите, если вам нужна помощь моя, я врач-фидотерапевт-диетолог Борис Качко. Я готов вам помочь. Обращайтесь. Продолжение следует...